Помимо предоставления удобств для моделирования наших данных, также Django ORM предоставляет механизмы миграции. Миграции нужны для того, чтобы упростить работу с различными версиями схем нашей базы данных. Фактически, миграция — это набор инструкций для объектно-реаллиционного отображения, которое позволяет перейти на конкретную версию схемы наших данных. Хотя мы не получим именно те же самые картежи, которые у нас были в какой-либо версии, но мы получим ту же самую схему, то есть с теми же самыми атрибутами, когда мы будем переключаться на конкретную версию нашей базы. Если бы мы не использовали миграции, то нам пришлось бы самостоятельно каким-то образом следить за тем, какие именно поля у нас добавляются или удаляются в различные отношения, какие атрибуты меняют свои типы. Django ORM и множество других ORM, которые предоставляют механизм миграции, позволяют избежать этого и автоматизировать процесс применения и отката миграции, то есть изменений в наших схемах. Манипуляции миграциями в Django реализованы с помощью двух команд. MakeMigrations смотрит, какие у нас сейчас определены модели и какие изменения в них происходили с момента создания последних миграций. И создает некоторый код на питоне, содержащий инструкции для того, чтобы Django ORM смогла эти инструкции применить и привести базу данных к состоянию, которое сейчас соответствует определенным нашим моделям. И, собственно, вторая команда, Migrate, применяет миграцию к нашей sub-bd. Настройки соединения sub-bd в Django заданы в Settings.py. Модели, то есть отношения, которые мы смоделировали, они хранятся в конкретных приложениях Django в файле Model.py. Соответственно, когда мы запускаем Migrate, то менеджер работы с базой Django смотрит, какие сейчас есть миграции в конкретном приложении и применяет их или откатывает их в зависимости от того, с какими настройками мы запустили Migrate. Таким образом, используя всего две команды, мы с легкостью можем переключаться между различными версиями, между различными вариантами наших моделей, заданных в Model.py. Так как данный курс не ставит перед собой задачу глубокого погружения в Django, мы ограничимся данными теоретическими введениями в Django ORM, и теперь мы просто рассмотрим пример перехода от концептуальной и нормализованной схемы к моделям Django Models.